Вы слушаете Радио России Ульяновск. Здравствуйте. Сегодня понедельник, 13 декабря. В эфире утренняя программа радио государственной телерадиокомпании «Волга». У микрофона журналист Евгений Слюняев. Сегодня в выпуске. Вновь будем говорить о необходимости вакцинации как наиболее эффективном и безопасном способе остановить пандемию коронавирусной инфекции COVID-19. Своё профессиональное мнение и аргументы в пользу вакцинации выскажут главный внештатный специалист по профилактической медицине Министерства здравоохранения Ульяновской области, главный врач регионального центра общественного здоровья Валентина Караулова, начальник госпиталя для больных коронавирусной инфекции Центральной городской клинической больницы города Ульяновска Наталья Бакумцева и заместитель министра здравоохранения Ульяновской области Анна Минаева. Познакомимся с добровольными пожарными и оценим роль и значение подразделений добровольной пожарной охраны, которые, действуя, как правило, в отдалённых сельских населённых пунктах, расположенных в лесах, нередко начинают борьбу с возгоранием первыми до прибытия профессиональных пожарных расчётов. О герое Великой Отечественной войны, выдающемся танкисте Дмитрие Лавриненко, отличавшемся особым дерзким стилем проведения танковых атак на врага, расскажем вам вместе с заведующей передвижными выставками Ульяновского областного краеведческого музея Светланой Никифоровой. Заместитель министра физической культуры и спорта Ульяновской области Максим Соболев расскажет о том, где зимой жители нашего региона смогут активно, в своё удовольствие, заниматься физической культурой и спортом. Ежедневный прирост заболевших COVID-19 и количество умерших от его последствий в России продолжает оставаться на высоком уровне. И специалисты-медики вновь и вновь не устают убеждать граждан в необходимости вакцинирования, поскольку на данный момент прививка от COVID-19 остаётся практически единственной мерой, которая либо полностью защищает от заболевания, либо позволяет перенести его в относительно лёгкой форме. Своё профессиональное мнение о вакцинации и о связанных с ней нелепых сплетнях и слухах сегодня в программе выскажут опытные специалисты, приглашённые к нам в студию главным нештатным специалистом по профилактической медицине Министерства здравоохранения Ульяновской области главным врачом Ульяновского регионального центра общественного здоровья Валентиной Карауловой. Мы, конечно, говорим очень много о той ситуации, которая на сегодняшний день есть во всём мире, в нашем государстве, в нашем регионе, конкретно в каждом муниципальном образовании. Мы понимаем, что пандемия изменила практически у всех привычный ритм жизни. И вот мы все говорим, что только если будет привито 70-80% населения нашего региона, нашей страны, про весь мир мы сегодня говорить не будем, это не наша полномочия, только тогда будет выработан коллективный иммунитет. И только тогда мы можем говорить о защите нашего населения. К сожалению, на сегодняшний день пока говорить об этом рано. И вот утверждение о том, что прививка может привести к отдалённым последствиям, к близким последствиям, что она может вызвать осложнение течения имеющихся хронических заболеваний, не имеет под собой никаких научных обоснований. Эффективность вакцинации доказана результатами крупномасштабных исследований, проведённых Роспотребнадзором в нескольких российских регионах. Однако интернет полон кричащих сообщений о том, что вакцинированные болеют, причём якобы ничуть не меньше, а может быть даже и больше, чем невакцинированные. Причём авторы таких сообщений не утруждают себя представлением подтверждающих доказательств, которые можно было бы проверить. А вот вам данные, что называется, «Из первых рук». В нашей программе принимает участие начальник госпиталя для больных коронавирусной инфекцией Центральной городской клинической больницы города Ульяновска Наталья Бакумцева. Итак, много ли к вам в госпиталь попадает пациентов вакцинированных или ранее переболевших? И если таковые есть, в какой форме они переносят болезнь? Госпиталь развернут абсолютно на приём пациентов со средне-тяжёлым, тяжёлым и крайне тяжёлым степенью тяжести. Мы не работаем на приём пациентов с лёгкими формами. Работаем мы с 1 ноября 2020 года в полномасштабном режиме. Полностью вся наша больница в настоящий момент оказывает медицинскую помощь пациентам с этим видом заболевания. Помимо коронавирусной инфекции наш госпиталь оказывает медицинскую помощь коморбидным пациентам, то есть это пациенты сочетания коронавирусной инфекции со всеми другими болезнями. Потому что болезни никуда не делись, люди продолжают болеть. У нас лежат пациенты с хирургической патологией, гинекологические пациенты, беременные женщины с коронавирусной инфекцией, пациенты урологического профиля, травматологического, нейрохирургического. Весь хирургический профиль, акушерский профиль в сочетании с ковидом это наша зона ответственности. То есть это те пациенты, которые проходят лечение у нас. Если говорить от общего количества пациентов, которые зарегистрированы и проходят в настоящее время лечение на территории Ульяновской области, можно говорить о том, мы же знаем эти цифры, они озвучивались, это открытые цифры. И вот по совокупности можно говорить о том, что пациентов с тяжелой, крайне тяжелой степенью тяжести, ну не более 15%, но это самые тяжелые пациенты в плане человеческих, материальных ресурсов. И, конечно, основной, к сожалению, процент летальности дает именно и эта группа пациентов. А много ли среди таких пациентов вакцинированных? Я могу сказать так. Вот по нашему лечебному учреждению количество пациентов вакцинированных и госпитализированных, заболевших коронавирусной инфекцией после вакцинации первой, второй вакцины составляет не более 8-9%. Это голая статистика, это те цифры, которые мы ежедневно отдаем в региональный Минздрав. Это те цифры, с которыми мы работаем сначала в прививочной кампании. Прививочная кампания у нас началась в сентябре прошлого года. Вот первые пилотные группы пациентов набирались. В масштабном режиме прививочная кампания началась с декабря прошлого года. И эти цифры отслеживаем в ежедневном режиме. Ни разу процент вакцинированных и госпитализированных пациентов выше 9% не перешагивал. А течение заболевания у вакцинированных отличается от тех, кто не вакцинировался? Отличается тяжелых и крайне тяжелых форм единицы. Прямо вот по пальцам одной руки можно пересчитать. Все эти пациенты, как правило, пациенты с тяжелой коморбидной патологией и возрастные пациенты. Основная масса вакцинированных пациентов это пациенты, к счастью, болеющие относительно спокойно, без тяжелого поражения легочной ткани и без тяжелой дыхательной недостаточности. Встречались ли в вашей практике пациенты якобы вакцинированные? То есть такие, которые приобрели сертификат о вакцинации в обход закона, не вакцинируясь? Да, к сожалению, такие случаи тоже имеют место быть. По каждому такому случаю мы информируем Минздрав и информируемые проверки. Тему поддельных сертификатов о вакцинации и проводимых проверок по выявленным фактам фальсификации продолжают заместитель министра здравоохранения Ульяновской области Анна Минаева и главный врач Ульяновского регионального центра общественного здоровья Валентина Караулова. Действительно, сообщения такие есть и в поликлинике мы выходим, то есть специальный отдел ведомственного контроля качества у нас занимается. Проведением проверок по таким случаям. Здесь, конечно, я хочу обратиться ко всем людям. Это, в общем-то, не в интересах каждого человека обманывать самих себя. Зачем? Вы уж, если принципиально не хотите, то так принципиально и заявляйте. Но вот я, как врач, как человек, считаю, что нужно быть честным, по крайней мере, по отношению к самому себе и к своим близким, к своему окружению, потому что это, конечно, недопустимо. Анна Вячеславовна, а какая группа на сегодняшний день из населения является наиболее группа риска. Кому в первую очередь нужно принять решение о вакцинации? И есть ли какая-то специальная подготовка к проведению вакцинации? Группа риска, если смотреть по состоянию здоровья, то это люди, прежде всего, с хроническими заболеваниями, независимо от возраста. Лица 60+, опять же, тем более, если есть какая-то хроническая патология. Это люди декретированных групп, которые имеют наибольший контакт с людьми по роду своей работы. То есть это сотрудники образования, здравоохранения, это транспорт, кто работает в сфере обслуживания, то есть кто наиболее часто контактирует в течение дня с населением, потому что именно они чаще всего заболевают, поэтому им обязательно нужно проводить вакцинацию. Многие работодатели организуют вакцинацию непосредственно на предприятии. Как это делается? У нас организуется выездной пункт вакцинации на это предприятие именно с поликлиники на территории обслуживания, которой это предприятие находится. То есть у нас порядка вот за весь период, когда мы начали прививочную кампанию, более двух тысяч выездов было, причем мы повторно тоже выезжали, прививали, работодатели обращаются, либо в министерство, либо непосредственно в поликлинику. На имя руководителя заявку пишут, что вот у нас есть 30 человек или 40, или 50, мы готовы вакцинироваться. Пожалуйста, они определяют день и время, туда выезжает прививочная бригада с набором тех вакцин, которые имеются. Во-первых, это удобно, во-вторых, меньше контактов, и с учетом большого наплыва в поликлиниках пациентов, это действительно снижает риск заражения. Анна Вячеславовна, часто можно слышать такой аргумент. Вакцинированных все больше, но и заболевающих тоже все больше. Как это можно объяснить? Для того, чтобы достигнуть коллективного иммунитета, нам нужно вакцинировать не менее 80% жителей Ульяновской области. На сегодняшний день, даже если сюда прибавить переболевших, не получается процент, достаточный для того, чтобы вирус прекратил циркуляцию среди населения и прекратил вызывать такие тяжелые формы заболеваний. На самом деле, есть и позднее обращение, есть и самолечение, и тяжелые течения заболевания. И для того, чтобы этого избежать, единственный способ победить и вернуться в нормальное русло, в нормальную жизнь, снять маски. Я не думаю, что кому-то не хочется вернуться к нормальному образу жизни. Поэтому единственный способ это сделать, это сделать прививку. Сейчас нас слышат жители всей нашей области. Самые важные, самые главные, заключительные слова, которые, я надеюсь, запомнят наши радиослушатели, я прошу сказать, начальника госпиталя для больных коронавирусной инфекцией Центральной городской клинической больницы города Ульяновска Наталью Бакумцеву. Я всегда говорю, каждый день, выходя на обход своим пациентам, я хочу, чтобы вы все выжили, чтобы вы все поправились, и чтобы вы все были живые. Для пациентов нашего госпиталя, поверьте, это актуально. Люди, которые лежат в состоянии средней степени, тяжелой степени, тяжести, крайне тяжелом состоянии, они понимают, что со своим здоровьем они сыграли в русскую рулетку. Это действительно так и есть. Когда предлагается возможность защитить себя, своих близких от заболеваний в тяжелой форме, в крайне тяжелой форме, избежать летального исхода, такое немножко какое-то непонятное отношение к своему собственному здоровью, оно, к сожалению, иногда приводит вот к таким сложным последствиям. И очень жаль, что основная масса наших пациентов, она понимает это, находясь уже внутри ситуации, когда видит, что происходит вокруг. Поверьте, вот ни один пациент внутри нашей госпитали не сказал о том, что он не хочет вакцинироваться. Основной вопрос, который задается, когда? Когда мы можем пойти провакцинироваться? Я готов провакцинироваться прямо сейчас. Но, к сожалению, вот сейчас для конкретного пациента внутри больницы уже это не актуально. Для него это будет актуально через 6 месяцев, когда закончится действие, если он выживет, если он поправится. Чувствуете, какие вопросы? Если, да? Это вот самый страшный вопрос, самая страшная фраза. Если он выживет, если он поправится, 6 месяцев будут действовать его собственные антитела, постинфекционные, и через 6 месяцев у него возникнет возможность пойти и вакцинироваться. Но пока вы находитесь внутри, у вас есть родственники, друзья, соседи, коллеги, ваши престарелые родители, которые являются группой риска, безусловно. Подумайте о них. Подумайте о них. Вакцина переносится хорошо. Очень много вопросов. И слышим мы эти вопросы. Я привился и заболел. Но так не бывает. Понимаете? Для того, чтобы заболеть, нужно проконтактировать с вирусом. Согласны? Если вакцина не содержит в своем составе вирус, мы путаем с вами причину и следствие. Понимаете? Мы должны провакцинироваться, чтобы защитить прежде всего себя, свои семьи. Я могу сказать, вот по нашему госпиталю, 100% сотрудников нашего госпиталя вакцинированы. Сейчас идет активная ревакцинация. А поскольку вы прекрасно понимаете, в каких условиях мы работаем, какой уровень вирусной нагрузки у нас находится. Болеют вакцинированные сотрудники единицы. Не более 1-2 сотрудников в месяц переносят в легкой, абортивной, короткой форме в виде легкого ОРВИ, которые вызывают необходимость временной нетрудоспособности больничного листа не более 5 дней. Это факты, понимаете? Вот это факты. И я вас убедительно всех призываю, уважаемые жители нашей области. Дорогие мои, не болейте. Будьте здоровы. И вакцинируйтесь. Я просто очень хочу, чтобы вы все жили. Программа государственной телерадиокомпании «Волга» «Будни». Факты, события, комментарии. Самым пожароопасным периодом принято считать лето. Но, как ни странным, это может показаться на первый взгляд, зимние пожары тоже явление отнюдь нередкое. Причем, как показывает многолетняя статистика, резкий рост возгораний приходится на период новогодних праздников. О причинах зимних пожаров, в том числе и в дни новогодних праздников, нам напоминает добровольный пожарный Алексей Гуменюк. К сожалению, человеческий фактор очень часто является причиной пожара. К сожалению, на пожарах страдает не только имущество, но и люди. И гражданам не лишним будет напомнить о выполнении требований пожарной безопасности. Наступает у нас зима, холодное время года. Основные причины это системы отопления, газовые, электрические, печное где-то еще отопление. И не за горами у нас Новый год. Это использование пиротехники. К сожалению, не все граждане читают, что написано на пиротехническом изделии. И мы также напоминаем, что необходимо соблюдать определенные дистанции от зданий, деревьев и так далее. И правила применения пиротехники. Приобретать эту продукцию необходимо только в специализированных торговых сетях. Ни в коем случае не на каких-то развалах. Сколько лет вы уже служите добровольным пожарным? И в чем отличие деятельности добровольного пожарного от службы кадровых сотрудников противопожарной службы МЧС? Добровольным пожарным я являюсь с 2016 года. Здесь, наверное, больше влияет методы и способы донесения информации. Может быть, даже плюс, что мы не в форме, что мы такие же простые граждане и доступно объясняем, как правильно сделать, чтобы не было пожара. Кстати, добровольные пожарные дружины на протяжении нескольких последних лет убедительно доказали необходимость и значимость своей деятельности, особенно в борьбе с лесными пожарами и пожарами в отдаленных сельских населенных пунктах. Именно там пожарные добровольцы нередко первыми вступают в бой с огнем еще до приезда профессиональных пожарных расчетов. Вот, например, что рассказал старший добровольный пожарный дружина из Майинского района Николай Саношин. Если получаю я сигнал, я сразу раззваниваю им всем. Они знают, где у нас стоит пожарная машина. Кто даже на дороге, если мы едем в направлении, например, Заготскина, кто живет в сторону Заготскина, он уже на ходу прыгает. Кто в этом направлении здесь, ну, в основном все сбегаются к одному пункту, где у нас стоит пожарная машина. Мы живем в лесу, но если мы не потушим, то кто потушит. По данным главного управления МЧС России по Ульяновской области, всего на территории нашего региона осуществляют деятельность 594 подразделения добровольной пожарной охраны. В этом числе 71 добровольная пожарная команда общей численностью 242 человека и 523 добровольные пожарные дружины общей численностью 5643 человека. На вооружении добровольных пожарных подразделений находится 156 единиц противопожарной техники. Всего в реестр добровольных пожарных включено 5885 человек. Увы, сидеть без дела добровольным пожарным не приходится. С начала года подразделения добровольной пожарной охраны выезжали на тушение пожаров 267 раз. И сегодня завершить этот репортаж будет актуально очередным напоминанием о необходимости осторожного обращения с огнем, строгого соблюдения всех противопожарных правил и инструкций. А в случае обнаружения нарушений или возгораний необходимо немедленно сообщать в единую службу спасения по телефонам 112 01 а сотовых телефонов на номера 112 и 101. Вы слушаете утреннюю программу радио государственной телерадиокомпании «Волга». У микрофона журналист Евгений Слюняев. Этих лет не смолкнет слава. 80 лет назад в декабре 1941 года развернулось контрнаступление советских войск под Москвой. Именно в боях под Москвой немецкий вермахт потерпел первое серьезное поражение и был окончательно сорван план Блицкрига, то есть молниеносной войны. Исключительно важную роль в этом сражении сыграли советские танковые войска. По всему фронту гремела слава о катуковцах героических танкистах 1-й гвардейской танковой бригады полковника Михаила Ефимовича Катукова. С любовью и гордостью называли в бригаде имя танкового аса старшего лейтенанта Дмитрия Федоровича Лавриненко. Именно о нем и о его необычных дерзких танковых атаках на врага сегодня в нашей вечерней программе «Этих лет не смолкнет слава» мы расскажем вам вместе с заведующей передвижными выставками Ульяновского областного краеведческого музея Светланой Никифоровой. Родился Дмитрий 1 октября 1914 года в станице Бесстрашное на Кубани в семье кубанского казака. Его отец Федор Лавриненко погиб в годы гражданской войны. Мать Матрена Прокофьевна воспитывала сына в одиночку. В 1931 году 17-летний Дмитрий окончил школу крестьянской молодежи, затем учительские курсы в Армавире, после чего работал учителем в начальной школе. В течение двух лет он обучал детей на хуторе, где председательствовала его мать. Именно с его легкой руки в сельской школе появился драм-кружок, а затем и струнный оркестр. Кроме того, он также являлся организатором нескольких спортивных секций. По словам хорошо знавших его людей, дети просто обожали своего учителя, который обычно вел занятия в двух классах одновременно. В армию Лавриненко попал в 1934 году, и как уроженец кубанской земли был направлен в кавалерию, но душа его лежала к технике, и когда началось формирование механизированных корпусов, Дмитрий добился перевода в танковую часть. В 1938 году по сжатой программе он окончил Ульяновское бронетанковое училище, в котором проявил себя как отличный курсант. По воспоминаниям его бывшего однополчанина, героя Советского Союза Рафтопула, экзамены он сдал с хорошими и отличными оценками, ведь он пришел в армию со специальностью учителя. Наука Дмитрию давалась хорошо, отличался особым трудолюбием, выдержкой, добротой и скромностью. Он любил технику и старался как можно скорее ею овладеть. Стрелял он из всех видов оружия на отлично, за что и получил от друзей прозвище снайперский глаз. В 1939 году в качестве командира экипажа лейтенант Дмитрий Лавриненко принял участие в походе на Западную Украину. В 1940 участвовал в походе на Бессарабию. Отличиться в первых боях с немцами Лавриненко не удалось. Однако во время отступления Дмитрий проявил характер и наотрез отказался уничтожить свой несправный танк, как это делали другие экипажи, чтобы не стеснять движения пякившихся на восток войск. Лавриненко добился своего, и его танк каким-то чудом следовал заступавшими частями 15-й танковой дивизии. Только после того, как оставшийся личный состав дивизии был отправлен на переформирование, Лавриненко сдал свою несправную машину в ремонт. Перед началом Великой Отечественной войны его назначили командиром взвода в 15-й танковой дивизии, стоявшей в городе Станислав на территории Западной Украины, ныне Ивано-Франковск. В Станиславе на молодежном вечере он познакомился со своей будущей женой Ниной, с которой поженился летом 1941 года в Виннице, куда от западной границы СССР с боями отступала часть Дмитрия. По воспоминаниям Матрены Прокофьевны, первый раз домой Митя ее свою невесту прямо на танки привез. Мы же тут в военном городке жили. Вылезли из люка, он снял ее с гусеницы, подхватил на руки и понес в дом. В сентябре 1941 года Дмитрий прибыл во вновь сформированную 4-ю, а с ноября 1-ю гвардейскую танковую бригаду полковника Михаила Ефимовича Катукова. В это время на вооружение армии стали поступать новые модели танков Т-34 и КВ. Их начал выпускать Сталинградский тракторный завод. Старший лейтенант Лавриненко был назначен командиром танкового взвода Т-34. По воспоминаниям однополчан, получив новую машину Т-34 он произнес «Ну, теперь с Гитлером рассчитаюсь». С октября 1941 года Дмитрий принимал участие в боях по Нценскому против частей немецкой танковой группы генерала Гудериана. Именно здесь экипаж Лавриненко и открыл счет подбитым им вражеским танком. 6 октября 1941 года во время боя танковая группа лейтенанта Лавриненко, состоявшая из четырех танков Т-34, решительно атаковала колонну немецких танков, втянувшихся в лощину для уничтожения мотострелкового батальона бригады. Атака группы Лавриненко оказалась весьма своевременной, так как гудериановские танки, окружив пехоту, начали расстреливать ее из пулеметов и давить гусеницами. Избегая подхода на излишне близкую дистанцию, Т-34 открыли огонь по танкам противника. Постоянно меняя огневые позиции, появляясь в различных местах, четыре Т-34 произвели на немцев впечатление действия большой танковой группы. В этом бою его танковая группа подбила 15 танков гитлеровцев, четыре из которых были на счету экипажа Дмитрия Лавриненко. Бой был проведен быстро, взвод Лавриненко потери не имел, мотострелковый полк был спасен. К 11 октября 1941 года на счету отважного танкиста было уже семь танков, противотанковое орудие и до двух взводов немецкой роты. Очевидцы вспоминали, что Дмитрий был настоящим танковым снайпером. Ловким маневрированием и прицельной стрельбой его экипаж уничтожал танк за танком, каждый раз выходил из боев без повреждений. С конца октября 1941 года танковая бригада вела бои на подступах к столице на Волоколамском направлении. Вечером 19 октября 1941 года вся бригада прибыла на станцию Чесмена, что в 105 километрах от Москвы. Вся, кроме танка командира взвода лейтенанта Лавриненко. И только к полудню 20 октября заблудившаяся машина вместе со всем экипажем прибыла в распоряжение бригады, да не одна, а с гостинцем, немецким штабным автобусом. По воспоминаниям однополчан на Лавриненко набросился разгневанный начальник политотдела, грозя трибуналом и требуя объяснений причин задержки неизвестно где находившегося все это время лейтенанта и членов его экипажа. Вместо ответа Лавриненко вынул из нагрудного кармана гимнастерки бумагу, где было написано следующее полковнику товарищу Катукову командир машины Лавриненко Дмитрий Федорович был мною задержан, ему была поставлена задача остановить прорвавшегося противника и помочь восстановить положение на фронте и в районе города Серпухова. Он эту задачу не только с честью выполнил, но и геройски проявил себя. За образцовое выполнение боевой задачи военный совет армии всему личному составу экипажа объявил благодарность и представил правительственной награде и подпись «Комендант города Серпухова Комбриг Фирсов». Дело было в том, что танк Лавриненко был оставлен на сутки для охраны штаба по распоряжению полковника Катукова. По истечению суток танк своим ходом попытался нагнать бригаду по шоссе, но оно было переполнено техникой и всякого рода надежды успеть вовремя пришлось оставить. Тогда экипаж решил свернуть в Серпухов и там заглянуть в парикмахерскую. Серпухове во власти Ножниц и Помосков наших героев нашел красноармеец. Забежав в цирюльню, он попросил танкистов срочно прибыть к коменданту города. Оказалось, что Серпухов через несколько часов окажется во власти немцев, если, конечно, не случится какого-либо чуда. Оперативная обстановка в районе Серпухова внезапно стала критической. Стрелковая дивизия, оборонявшая село Угоцкий завод, ныне это город Жуков Калужской области, вынуждена была отступить, и дорога на Серпухов оказалась открыта для врага. Этим воспользовалось немецкое командование, выслав на Серпухов большой разведывательный отряд. Около батальона немцев на мотоциклах, трех автомашинах с пушками и одна штабная машина двинулись по дороге к Серпухову. В это время гарнизон города состоял из одного истребительного батальона, в котором служили старики и подростки. По удачному стечению обстоятельств кто-то из солдат батальона подсказал коменданту, что в городе у парикмахерской стоит танк Т-34. Танкисты бреются. Вся надежда у коменданта Серпухова оставалась на этот один-единственный танк Лавриненко. Лавриненко доложил коменданту, топливо есть, комплект боеприпасов имеется, вести бой с немцами готов. Покажите дорогу. Не теряя времени, Дмитрий замаскировал машину на опушке леса и стал дожидаться противника. Через несколько минут на дороге показалась немецкая колонна. Подпустив головную машину на 150 метров, Дмитрий расстрелял колонну в упор. Два орудия сразу же были разбиты, а третье немецкие артиллеристы попытались развернуть. В этот момент Лавриненко дал команду идти на таран. Танк выскочил на дорогу и, врезавшись в грузовики с пехотой, раздавил и последнее их орудие. Экипаж Лавриненко сдал коменданту города Серпухова 13 автомашин, 6 минометов, 10 мотоциклов с колясками и противотанковое оружие с полным боекомплектом. Немецкий штабной автобус комендант разрешил забрать с собой в бригаду. В автобусе оказались документы и карты, которые медленно отправил в Москву. Напоминаю вам о том, что полностью рассказ о выдающемся советском танкисте Дмитрие Лавриненко и о его необычном дерзком стиле танковых атак мы вместе с заведующей передвижными выставками Ульяновского областного краеведческого музея Светланы Никифоровой расскажем вам в вечерней программе радио государственной телерадио компании Волга этих лет не смолкнет слава. Сегодня в 19 часов 20 минут Спортивный клуб Дружить со спортом нужно круглый год. О том, где жителям нашего региона любого возраста можно будет зимой активно заняться физической культурой и спортом рассказывает заместитель министра физической культуры и спорта Ульяновской области Максим Соболев. В зимний период в регионе планируется использовать 375 спортивных площадок включая 234 хоккейных кортов 124 ледовых площадок естественных водоемов 13 стадионов и ледовых полей а также 4 крытых ледовых арен В настоящее время в муниципальных образованиях согласован перечень хоккейных кортов и ледовых площадок на дворовых территориях для организации массового катания на коньках Проведена ревизия освещения хоккейных кортов и ледовых площадок организована работа по доступу к системе водоснажения от жилых домов Проведена также ревизия заливочного снегуборочного инвентаря а также спортивного инвентаря для организации проката коньков Продолжается работа по подбору и трудоустройству заливщиков катков по месту жительства При благоприятных погодных условиях устойчивой минусовой температуры воздуха и наличии снежного покрова всех океяных срок до 25 декабря текущего года На сегодняшний день функционирует 4 крытых ледовых арены 3 в городе Ульяновске это ФОК Лидер Ледовый дворец Волгоспортарены Ледовая арена Аксельарена а также ледовая площадка ФОК Олимп в рабочем поселке Новоспасское В случае снятия ограничительных мер связанных с коронавирусной инфекцией COVID-19 традиционно в зимний период будут организованы социально значимые спортивные мероприятия С 1 по 10 января планируется провести декаду спорта которая охватит все муниципальные образования В регионе пройдут физкультурно-спортивные оздоровительные мероприятия чемпионаты и первенства области по хоккею среди юношеских и взрослых команд а также чемпионаты области по зимним видам спорта это лыжные гонки биатлон горнолыжный спорт и сноуборд Также в зимний период 5 февраля пройдет социально значимые мероприятия такие как всероссийские массы соревнований по конькобежному спорту под названием «Лед на одежде нашей» 12 февраля всероссийские массовые соревнования по лыжным гонкам лыжня России Министерством спорта Российской Федерации принято решение что 26 февраля 2022 года центральной площадкой для проведения Всероссийского дня зимних видов спорта станет Ульяновская область В рамках праздника также пройдут физкультурные и спортивно-оздоровительные мероприятия по зимним видам спорта Ведущим праздника станет спортивный комментатор Дмитрий Губерниев В период зимних каникул и всего зимнего сезона в регионе планируется проведение более 350 спортивных, массовых и физкультурных оздоровительных мероприятий с участием более 40 тысяч человек В парках культуры и отдыха в муниципальных образованиях традиционно будут работать лыжные трассы В течение всего зимнего периода в парках будет организован прокат лыжного инвентаря На площади Соборной установлен новый хоккейный корт на котором для жителей города Ульянска будет организовано массовое катание прокат инвентаря а также проведение турниров по хоккею хоккею с мячом среди детских и любительских команд В ходе реализации проекта зимние каникулы работниками министерства будут осуществляться плановые выездные проверки на предмет функционирования спортивных площадок и сооружений муниципальных образований вы слушаете утреннюю программу радио государственной телерадиокомпании Волга я журналист Евгений Слюняев желаю вам крепкого здоровья и хорошего настроения всего вам самого доброго до свидания Музыка 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 Музыка